Однажды мудрец сказал, начинай ползти вверх-снизу, и добавил, а захватывать господство с победы над всеми стилями. Привет, розовощоки и осьминоги! Вы на канале Муэта Асикея, я Федорович. Покажу вам обзор на невероятно дикий японский турнир, который мне сразу напомнил легендарный фильм «Кикбоксер» с Ван Дамом, где бойцы разных стилей сошлись в смертельной битве. Все вы наверняка слышали, что побеждает не стиль, а боец, и это совершенно верно, ведь уже давным-давно грани между стилями единоборств стерты, и в бою практически невозможно различить, какое именно боевое искусство практикует боец, так как используемая им техника взята отовсюду. Это отлично демонстрируют бойцы в UFC, Беллатор и других топовых промоушенах по ММА. Все различия между бойцами – это их предпочтение ударке или борьбе. Но всегда найдется белый соловей, поющий ярче, чем жаба. А в нашем случае этим фениксом, дающим надежду на необычайные поединки именно между представителями традиционных стилей, стал японский промоушен Ганрюдзима. А именно в этом видео мы посмотрим на шестую сходку отчаянных представителей своих стилей. Итого 10 отчаянных воинов, которые готовы сражаться насмерть, чтобы доказать всему миру, что их единоборство лучшее, а это значит, что нас ждет 5 увлекательных заруб. Наконец-то возобновляются бойцовские турниры, футбольные лиги и даже киберспорт. А это значит, что вы можете получить лучшие коэффициенты на все спортивные события и даже уникальные бонусы по промокоду в описании от топовой букмекерской компании 1xbet, в которой вы можете испытать свои знания и удачу, заработав денег. Но помните, ставки – это лишь игра. А первый поединок, который откроет наше безумное шоу между боксером Ватанабе и тхеквандистом Чо Минсуном. С первых секунд боксер, как разъяренный бык, сбежавший с японского ресторана, бросается на тхеквандиста, оседлав его. Может, я, конечно, от чего-то не понимаю, но, по-моему, в боксе такой техники нет. Хотя кто знает, что у этих японцев за тренера по боксу. И еще один чудо-удар от боксера в стиле Капуэйры. Все-таки интересный в этой стране восходящего солнца бокс. Прямо как у нас в наливайках. То бутылку схватят, то нож после сала, а кричат, что все боксеры. Кстати, по правилам нашего Мортал Комбата, в партере разрешено работать всего 15 секунд. И это здорово. Меньше возни, больше динамики. Как дикий волк, бегущий за оленем, пугает кузнечика, сидящего на капле росы, наш боксер пытается запугать тхеквандиста с начала второго раунда. Кстати, по регламенту у нас три раунда по три минуты. Очередной эпизод борьбы заканчивается для боксера предупреждением за выход из арены. Кстати, три таких выхода – выталкивание, выноса или выбивание и автоматическое поражение. Но самое досадное, что боксер получает травму ноги. Но наш боксерчик реально красавчик. Собрав всю волю в кулак, хромая на одной ноге, он вышел продолжить бой. Не зря говорится – не молись, а трудись. Невероятно, но тхеквандист снова махнул ногой. Отличный момент. Тхеквандист фрумптиком завалил боксера, но потом стоя и нанося по одному удару, не смог его добить. Несмотря на то, что боксер просто уклонялся головой. Дух льва познается в борьбе за самку, а дух бойца в бою за кубок. А у боксера этот дух на высшем уровне. Хромая и еле стоя на ногах, он продолжает идти вперед. В конце концов, стиль хромого мастера надоел рефери, и он снял с боя боксера, отдав победу тхеквандисту. Чем сам Казухиса был очень недоволен, в отличие от Чо Минсуна, который так ничего и не показал. Второй бой состоялся между кикбоксером Хикару Мачидо и представителем загадочной кошки Аддит Якоткады. Начало первого раунда и удивляет не индийский бок, а кикбоксер, который, как прожорливая саранча, атакующая дикого богомола под лепестками роз, исполняет невообразимые вещи руками. Но все заканчивается ничем в парте. Намек на обмен ударами и вылет с ареной обоих бойцов, а это значит, что предупреждения нет никому. Бравада от кикбоксера заканчивается парочкой лук-киков, но сила кошки заставляет перейти в партер. Все-таки неведающий спокоен. Так и наш кикбоксер слишком играется и не ведает, что может показать мастер индийских фильмов. Возможно, они запрещены в Японии, и поэтому кикер так недооценивает своего оппонента. Отличные колени от кикбоксера. Все-таки чему-то доучат в этих деревянных дадзюх. Так глядишь через пару столетий и до двойки дойдет. Не презирай врага, если он окажется слабым. И не бойся врага, если он кажется сильным. Подумал кикбоксер и начал второй раунд с лоу-киков. Отличная попытка индийца всадить смачную плюшку от жопы. Недооценка противника – путь к поражению, что мы и увидели в этом занимательном моменте. Первое предупреждение кикеру за вылет с арены. Такой досадный случай разбудил бешеного тигра в нашем журавле, и он пошел в атаку отыгрываться. Но спокойный как жираф, боец кошки, кажется, даже не понимает, куда он попал. Он просто хватает кикера и падает в партер. Наконец-то кикер вспомнил, какой же все-таки стиль он должен представлять, и начал бить фронткики, чем и принес себе первый успех. Хоть активность и прессинг на стороне японца, но снова ничья. Неплохие удары, но вы не с обычным толчком руками в грудь, и это второе предупреждение для косты. Не страшно отступать, а страшно не продолжить борьбу, подумал индиец, и со старту третьего раунда сделал отчаянный проход в ноги, прямо как учили в Болливуде, за что был жестко наказан колотушками по голове и печени. Кикер понял, что японское колено круче, чем индийское пузо, и стал регулярно его пробивать, но все равно никак не может подобрать декодер к этому индийскому фильму. А в этом бою все решали судьи, а так как это не Индия, победу отдали кикеру. Третий поединок, который мы сегодня посмотрим, обещал быть очень захватывающим, так как на арену вышел мастер японского кунг-фу против бразильской капуэйры. Думаю, нужно отметить, что представитель капуэйры Маркус Аурелио является реальным, неплохим бойцом, который выступает в турнирах по ММА. Конечно, не топовых, но все равно проверяет свой стиль в реальных боях. С первых же секунд мастер капуэйры показывает, что в бразильских школах учат тому, что написано на вывеске, а не как в японских, судя по предыдущим боям. Нет врага опаснее дурака, поэтому нужно всегда быть осторожным с чуваком, который тыкает пальцы в глаза, как богомол в самку. Но мастер капуэйры не боится кунг-фу мэна и показывает свою школу вертухи прыжков. Все-таки капуэйра с боксерскими ударами и ММАшным добиванием – это сильная штука. Досрочная и красивая победа бразильца. В четвертом поединке сошлись два загадочных стиля. Киёши Тамура с Юстайл против Леонардо Брамы с Житкундо. Надеюсь, этот итальянец не опозорит память Брюса Ли. Бой начинается очень спокойно. Оба бойца показывают хорошую бойцовскую стойку. Все-таки это не японский кик. А первый раунд у нас проходит довольно вяло, с одиночными ударами от бойца Житкундо. Эти тигры даже ни разу не перешли в партер и не попали друг к подруге. Что очень удивительно, учитывая предыдущие поединки. Так и заканчивается первый раунд. Надеюсь, второй будет повеселее. Ведь не могут такие таинственные стили быть обычным киком первогодки. Парящий журавель не понимает силы щуки. Так и нам не дано постигнуть истинность этих стилей. Ведь второй раунд продолжает нить первого. Отличная серия боковых от итальянца. Неужели он подкрепился в перерыве пиццы и набрался сил? А второй раунд заканчивается небольшим обменом, в котором Юстайл получает внос. Надеюсь, в заключительном, третьем раунде мы увидим, что же все-таки такое этот Юстайл. Неплохой обмен и оба улетают в зловещий туман, в котором нужно было разместить и колья для пущей суровости. Небесная вертушка и смертоносная торнадо от Джит Кундо. Несмотря на то, что летят в никуда, хоть как-то разбавляют этот скучный, как осеннее болото бой. Судейским решением победу одержал Леонардо Джит Кундо. В четвертом поединке сошлись два загадочных стиля. Киёши Тамура с Юстайл против Леонардо Брамы с Джит Кундо. Надеюсь, этот итальянец не опозорит память Брюса Ли. Бой начинается очень спокойно. Оба бойца показывают хорошую бойцовскую стойку. Все-таки это не японский кик. А первый раунд у нас проходит довольно вяло, с одиночными ударами от бойца Джит Кундо. Эти тигры даже ни разу не перешли в партер и не попали друг к подруге. Что очень удивительно, учитывая предыдущие поединки. Так и заканчивается первый раунд. Надеюсь, второй будет повеселее. Ведь не могут такие таинственные стили быть обычным киком первогодки. Парящий журавель не понимает силы щуки. Так и нам не дано постигнуть истинность этих стилей. Ведь второй раунд продолжает нить первого. Отличная серия боковых от итальянца. Неужели он подкрепился в перерыве пиццы и набрался сил? А второй раунд заканчивается небольшим обменом, в котором Юстайл получает внос. Надеюсь, в заключительном, третьем раунде мы увидим, что же все-таки такое этот Юстайл. Неплохой обмен и оба улетают в зловещий туман, в котором нужно было разместить и колья для пущей суровости. Небесная вертушка и смертоносная торнадо от Джит Кундо, несмотря на то, что летят в никуда, хоть как-то разбавляют этот скучный, как осеннее болото бой. Судейским решением победу одержал Леонардо, Джит Кундо. Заключительный бой на сегодня состоялся между Кацунорик и Куно, который представляет окинавское карате, и Кевином Соузой, бойцом ММА. Это должно быть интересно. Первый раунд начинается очень нервно. Оба бойца делают много действий, но ни одного удара. У бойцов много суеты и страха, но все равно пытаются работать. Офигеть! Каратист одним ударом наглухо выключил бойца ММА, и тот, как столетний дуб, поверженный бензопилой, рухнул на канвас арен. Несчастье превращают сильного человека в драгоценный камень, поэтому надеюсь, что боец ММА станет после этого поражения сильнее. А наш турнир заканчивается на такой эпичной ноте. Если вам зашло и вы хотите увидеть другие турниры Гадзюримы, ставьте лайки и комменты, и, конечно же, подписывайтесь на канал. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.